В КОМИ уже 30 мая завершится голосование по проектам федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в нем участвуют 8 городов и поселок Жешерт. На голосование вынесено больше 30 проектов. О предварительных итогах Евгений Стокас. С 15 апреля на протяжении полутора месяцев жители 9 муниципалитетов КОМИ голосуют за проекты благоустройства на следующий год. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» позволяет использовать средства из бюджета страны для преобразования наших территорий. В целом по региону федеральное софинансирование в этом году достигает почти 77 миллионов рублей. Из года в год это позволяет нам обновлять территории и дворы как в наших крупных городах, так и в небольших. За эти годы мы реализовали уже 14 проектов по общественным территориям и 7 проектов по дворовым территориям. Она очень хорошо помогает. У нас благодаря этой программе мы привели в порядок очень много общественных территорий. Да, конечно, процент дворовых территорий у нас маленький, но все же общественные у нас в приоритете. В моногородах, небольшой емве Княжпогодского района или усть-вымском поселке Жешерт федеральная программа позволяет решать давно наболевшие проблемы. Территорий для благоустройства здесь не так много, но своими силами преобразовать их часто невозможно. Моногорода рады средствам на каждый двор и тротуар. Так как бюджеты поселения не такие большие, как хотелось бы, благоустройство проходило медленными темпами. После запуска федеральной программы начали поступать федеральные республиканские средства на софинансирование местного бюджета, что нам дало большие результаты и большие объемы для благоустройства территории, которыми пользуются жители Жешета. Все время голосования на Юргане выходил проект «Касается каждого», где конкретные проекты благоустройства обсуждались в прямом эфире с жителями и представителями власти. Сравнение четырех городов и одного поселка – Жешерта, Емвы, Сосногорска, Ухты и Сыктывкара – показало, как по-разному люди относятся к благоустройству в своих муниципалитетах. В Ухте, к примеру, где стандарты ухода за городом традиционно высоки, жители требуют, чтобы территорию облагораживали. К хорошему все-таки быстро привыкаешь. У нас тем временем в ВКонтакте появился комментарий от Надежды Якименко. Надежда, добрый вечер. А проспект Ленина, 41, когда приведут в порядок? Тут, наверное, вопрос должен быть. Поставили страшное ограждение, и дворы надо асфальтировать, все. Магомед Магенович, знаете, что за адрес? Знаете, Ленина, 41, лично сам выйду, посмотрю, что там страшное поставили. И если действительно она каким-то образом уродует территорию, то, естественно, мы ее уберем. При этом в Ухте и голосуют за проекты очень активно, потому что видят результаты, понимают, что их требования слышат. Оттого вдвойне странно, что жители Сыктывкара, наоборот, голосуют не так охотно. В этом году в городе благоустраивают 11 территорий, столько же на выбор на следующий год. Одна только площадь под часами чего стоит. Казалось бы, столица должна быть локомотивом голосования, но целевого показателя она пока не достигла. А это тревожный звоночек, ведь высокий процент проголосовавших это подспорье для выделения региону средств на другие проекты. С учетом того, что мы совместно с администрацией на основании концепции, допустим, развития Кировского парка сейчас на правительство Российской Федерации уже, так скажем, в высокой степени проработки вопрос выделения дополнительных средств, мне кажется, что одним из подкрепляющих нашей позиции будет именно активное голосование и одной из ослабляющих позиций, как раз-таки недостаточная активность населения. Аутсайдерам на данный момент, кроме Сыктывкара, числится Воркута. В этих двух городах пока не удалось достичь важного для Федерации целевого показателя. Вот так выглядит голосование по программе формирования комфортной городской среды по муниципалитетам. Федеральный центр признает его состоявшимся, если целевой показатель или КПИ выполнен. Не смогли собрать голоса, в следующем году финансирование может уменьшиться. Это меньше отремонтированных дворов, скверов, пешеходных зон, меньше обновленных или новых общественных пространств. Набрали сильно больше голосов, может быть обратная ситуация. Федеральный центр чутко следит за тем, где наши с вами потребности не выполняются. Как бы то ни было, в этом году можно спать спокойно. Общее количество голосов перевалило за 35 тысяч при целевых 34-х. А объекты, за которые мы голосовали в прошлом, 2021 году, уже начали воплощать. Проголосовать за проекты следующего года еще можно до 30 мая.